К Ксении Арынчак, председателю, руководителю, создателю Украинской ассоциации недропользователей, которая объединяет те компании, которые занимаются эксплуатированием украинских недр. И очевидно, что в ситуации этой войны именно этот сектор был один из наиболее пострадавших. Ксения, могла бы сказать сначала два слова, чтобы наши зрители это поняли, каким образом человек, который был одним из ярчайших медийных лиц Украины, пошел в такую сложную отрасль, как недропользование и стал ее воплощением и главным публичным спикером. Как это произошло? Это произошло очень случайно, потому что, говорю как есть правду, за полгода до того, как меня пригласили стать руководителем информационно-аналитического отдела, главной службы страны, которая, скажем так, дает лицензии для добытчиков для того, чтобы использовать недра в целях государства, либо коммерческих целях, было просто обычное интервью. И через полгода вспомнили, что есть прекрасный журналист, это цитирую слова, да, и меня пригласили на эту должность. Поначалу, конечно же, было много непонимания, потому что это совершенно другая и сложная сфера, поскольку она очень техническая. Она очень такая, скажем так, это, скажем так, пласт нашей экономики, самый-самый такой, наверное, я бы сказала, основной. И сейчас в условиях войны, наверное, только, скажем так, эта сфера, наверное, больше из всех делает для государства, потому что именно недра помогают делать те же блокпосты и так далее, и так далее. Спасибо. 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 . . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . . . . Спасибо. . 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 , . 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 Национализация это только русских активов, которые в нашей стране присутствуют. Вы знаете, что в добывающем секторе до момента полномасштабной войны было очень много капитала именно с российской стороны. Если бы вот это национализировать, именно эту часть, было бы неплохо. Это касается не только добывающих компаний, это касается абсолютно всех активов, которые есть на территории страны. Вот это, я думаю, над этим нужно государству поработать. А касаемо частных предприятий… Мы, Ксения, работаем над этим очень активно. Я знаю, кто над этим работает, и мы в этом активно принимаем участие, но если бы ассоциация к этому бы подключилась, потому что, конечно, крайне интересно. Там есть и титановые активы, и урановые активы, и глиноземные активы, и много чего есть там интересного, в том числе, что сейчас продолжает работать и приносить прибыль. Если есть такая вот качественная информация на эту тему, это было бы очень интересно. Но все-таки давай закончим вопрос сначала о мерах поддержки отрасли. Как бы ты их оценила с точки зрения активности и эффективности действия украинского правительства? Специально для добывающей сферы на сегодняшний день нет никаких механизмов для того, чтобы как-то сферу датировать либо стимулировать. Потому что, я еще раз повторюсь, что эта сфера как раз и есть той основной экономической сферой для того, чтобы страна выжила. И все ресурсы, которые есть внутри страны, либо которые приходят из других стран, они как раз идут на оборонную промышленность нашей страны. Потому что эти компании, они не посокращали людей, эти компании, они работают, они в полном объеме выдают заработную плату. Даже если человек работает где-то на удаленном, в удаленной какой-то истории, если человек даже там работает физически, все равно никто ни одной гривны на сегодняшний день не сделал сокращение. А за это я очень благодарна всем добывающим компаниям, которые тоже в свою очередь поддерживают государство таким образом. Но со стороны государства пока что специальных механизмов мы не видели. Есть, конечно, сокращены налоги на заработную плату, какие-то очень узкие истории, которые, если брать в объемах добывающей компании, они не сильно, в принципе, влияют. Но чтобы специально снизить ренту, либо что-то вот в таком... Снизить ренту, это имеет в виду, сколько компания добыла, столько она заплатила бюджету Украины. Такого нет на сегодняшний день. А скажи, пожалуйста, вот с точки зрения и восстановления экономики, и просто с точки зрения того, что даже никогда закончится война вот прямо здесь и сейчас, есть целый ряд природных ресурсов, которые для этого крайне важны. Это такие тривиальные вещи, как щебень, песок, гранитная крошка и так далее. Это то, что нужно здесь и сейчас. Я знаю, что выделение лицензий и так далее замораживалось, и сейчас прямо выстроилась целая очередь людей, которые готовы это разрабатывать. Вот наша группа BGV готова этим заниматься, потому что надо восстанавливать разрушенные объекты инфраструктуры. Что в этом направлении происходит в государстве? Ну вот буквально на днях был аукцион, купили песчаногравийно. Сумишь? Сумишься, награвийно и так и будет, да. Вот. И в тысячу с чем-то раз цена увеличилась, и фактически за 20 миллионов гривен был куплен этот лот. Это касаемо того, что есть большой спрос на именно строительный материал, потому что мы все понимаем, что именно спрос на строительные материалы и спрос на энергоресурсы, такие как уголь, газ, нефть, даже когда закончится война, если на сегодняшний день в Европе этих энергоресурсов не хватает, и с Россией будет полная, скажем так, полная блокада, да, по поводу этих энергоресурсов и сокращения, то Украина это будет самый ближайший логистический рукав для того, чтобы наращивать именно в этой стране энергоресурсов для Европы. И в будущем как раз именно спрос будет на вот эти полезные ископаемые. То есть эта работа, она уже возобновилась, да, она идет, потому что было какой-то промежуток времени, когда это все было заморожено. Сейчас это восстановлено, и лицензии опять выделяются. Да, это было заморожено, поскольку мы не понимали, какие будут действия со стороны Российской Федерации, абсолютно все реестры, вся информация, она была какое-то время закрыта, и даже Государственная служба геологии недр не работала. На сегодняшний день это все возобновляется, даже начали происходить вот эти аукционы электронные, да, то есть очередь инвесторов выстраивается потихонечку. Я лично веду сейчас коммуникацию с несколькими людьми, которые говорят, мы готовы вкладывать строительные материалы, мы готовы покупать готовые заводы, если есть, да, со строительными материалами. Потому что все понимают, что для Украины очень важно будет отстроить все эти здания и все города, которые были разрушены в связи с войной. Вот, точно так же это касается и, скажем так, энергоресурсов, потому что тоже есть момент не только в стране, что мы сейчас, да, фактически в Киеве работают две заправки на сегодняшний день, и по 10 литров можно заливать один автомобиль, то есть это ужасная нехватка, и все силы нужно бросать на то, чтобы делать добычу своего газа, нефти, и на западных регионах достаточно много есть разведанных месторождений, а много есть, которые нужно сделать геологическую экспертизу. Может быть, все-таки мы найдем там что-нибудь для того, чтобы, скажем так, нарастить добычу, в первую очередь для своей страны, а во вторую очередь для Европы, потому что чтобы был и импорт, и экспорт фактически. Это есть такой тренд на сегодняшний день, даже еще не закончилась война, но потихонечку люди начинают, скажем так, делать какие-то попытки, покоммуницировать, что есть в Украине. Ох, дай бог твои слова, да, шмыголюга в уши, но вот про другие... То есть они в туда попадают, я в этом не сомневаюсь. Вот про другие природные ресурсы я знаю, что ты уделяешь особое внимание тем ресурсам, которые на самом деле имеют серьезное оборонное значение. Я говорю, прежде всего, про Титан и другие полезные ископаемые, там, ураны и все прочее. Часть из них была как раз в руках россиян, а часть из них оставалась в руках государства. И непосредственно перед началом войны была несколько раз сорванная попытка приватизировать Объединенную горно-химическую компанию. Это пятый в мире производитель титанового сырья, ну и абсолютно лидер украинской отрасли титановой. Что происходит в этом направлении? Какие планы государства по поводу вот этих стратегических, критических минералов? Какие планы государства? Ну, они были, скажем так, в июле месяце 2021 года такие, что мы плотно будем сотрудничать с Европейским Союзом по поводу критических материалов. Как бы был подписан меморандум, вот, и пока что это все на стопе, но у нас есть небольшие сдвиги в том плане, что все мы знаем российская компания Avisma. Avisma это компания, которая закупает, скажем так, сырье для своей продукции, которую они потом же импортируют, экспортируют для Боинга. Вот, и фактически все эти детали и детали до ракет и так дальше, титан же используется аэрокосмическое, медицинское и плюс для оборонной техники, да, и компания Avisma, она использует как раз украинское сырье, в этом и есть как бы большой казус, потому что именно с украинской территории компании наладили, скажем так, канал сбыта через другие компании для компании Avisma. Вот такой сложный, скажем так, процесс, но я думаю, что украинское государство буквально пару недель назад было в СМИ релиз, что, скорее всего, эти поставки будут приостановлены, наконец-то. Вы считаете, что они до сих пор не приостановлены, поставки из Украины на Avisma? Да. Да, ну ладно. Да, ну как-то так через скрытые компании. Но насколько это правдивая информация на сегодняшний день, я не знаю, но три недели назад точно вот было такое уведомление в СМИ, мы как бы читали, оговаривали это с коллегами, вот, и поэтому этот вопрос, он пока что открыт, да. И много, год мы проговаривали, год коммуницировали для того, чтобы сделать, скажем так, мы сделали стратегию на базе ассоциаций, компаний, которые добывают титаны территории Украины, они были как бы причастны к этому очень активно и подарили фактически государству эту стратегию. Ну, пока что на сегодняшний день ничего не реализовано, но мы надеемся, что после войны как раз эта отрасль, она станет основополагающей для того, чтобы оборонный сектор Украины, он стал более мощнее. И самая большая мечта, это чтобы действительно украинский «Титан» работал для обороны именно Украины, а не для других стран. Ну, давай последим за этой ситуацией более внимательно, потому что твоя информация о том, что до сих пор есть поставки на ВСПУ АВИСМА, она, честно говоря, меня удивляет, потому что я знал еще до войны… Три недели назад как раз было уведомление, что вроде бы приостановили. Но до этого времени, когда уже шла война, они были осуществлены. Поэтому этот вопрос, я думаю, что должны прокомментировать больше правоохранительные органы и таможенная служба Украины. Хорошо. Давай вот последний вопрос, который я тебе хотел задать в связи с положением дел и будущего отрасли. Эллон Маск, который, как оказалось, является большим другом Украины, и вот мы на нашем канале пользуемся лично им подаренным комплектом «Старлинка», за что очень благодарна ему, он заявил о том, что будет сам вкладываться и добывать литий и графит. Это те самые минералы, которые есть в Украине, причем Украина обладает самыми большими запасами и лития, и графита во всей Европе, и могла бы быть большим, значимым поставщиком для Теслы, для всего его производства. Понятно, что сейчас боевые действия, хотя графитные месторождения Украины находятся в зоне не боевых действий, а достаточно безопасных, но литий, вот он непосредственно там, где все, в общем, и происходит. Но мы знаем, что позавчера Андрей Ермак, глава Офиса Президента, разговаривал с братом Эллона Маска, и не знаем содержание его разговора, но предполагаем, что речь могла идти и про эти природные ресурсы. Что ты про это знаешь, и совершает ли Украина и ассоциация недропользователей какие-то шаги для того, чтобы Маск заявил об инвестициях в Украину сейчас, а не после войны? Маск заявил про инвестиции вообще в критическое сырье еще года 3-4 назад. У него были такие планы, чтобы самому разрабатывать эти полезные ископаемые. И когда я еще работала в геологической службе Украины, мы писали открытое письмо на Элона Маска для того, что мы вас приглашаем, потому что в Украине есть действительно те полезные ископаемые, которые вам нужны. И по поводу того, какие наберения Эллона Маска, насколько они правдивы и реалистичны, я думаю, что та коммуникация, которая сегодня есть у господина Ермака, наверное, может быть касаться этих полезных ископаемых, поскольку в Старлинке это все хорошо, но все мы понимаем, что все, скажем так, ноутбуки, телефоны, Теслы, да, не все ездят на Литии. И если у него были такие намерения, и он пока что, скажем так, не имел доступа к ресурсам, то на сегодняшний день эта коммуникация как раз может быть в подтверждении того, что эти намерения, скорее всего, будут осуществлены. Потому что действительно в Украине есть самое большое месторождение Лития. Это Полухивское месторождение, самое большое, я повторюсь, в Европе, да, и будет добывать его частная компания, которая на сегодняшний день как раз ищет инвестора. Мы не знаем, коммуницировали они с Илоном Маском по этому поводу или нет, но я думаю, что после этого эфира я обязательно спрошу и сообщу вам, да, была коммуникация или нет. Но пока что я не могу точно сказать, что господин Ермак говорил про эти месторождения. Но то, что были такие намерения в Илоне Маска пару лет назад, это 100%. Поэтому вот так. Все это очень интересно. И, Ксения, я предлагаю объединить усилия, вот по крайней мере, на двух направлениях. Направление, связанное с Илоном Маском, потому что, конечно, это была бы неоценимая услуга стране в целом, если бы человек такого масштаба и такого уровня известности бы публично сказал о том, что он собирается инвестировать в Украину сейчас, это бы, конечно, помогло бы всем отраслям экономики без исключения и повлияло бы на отношение мирового бизнеса к тому, что происходит, и мы бы получили большую бы помощь. И также, на самом деле, то, что ты говорила про российские активы и те, которые до сих пор работают на путинскую экономику и принадлежат россиянам, это тоже та вещь, которой помощь в ассоциации твоей была бы совершенно неоценима. Поэтому я предлагаю поддерживать связь и, в том числе, вне рамок эфира, но и очень надеюсь, что ты опять будешь у нас в эфире и расскажешь про то, что происходит в отрасли. Мы бы тебя время от времени к нам приглашали. Спасибо большое. Я обязательно буду, скажем так, коммуницировать и помогать. На сегодняшний день я хочу сделать такое короткое заявление. Я присоединилась к команде при энергетическом комьюнити в Вене. И есть специальный фонд, который помогает Украине с энергоресурсами. Что это значит? Этот фонд собирает фактически донейшины со всех стран Европы в виде финансовой помощи, либо в виде техники, оснащения. И по заявкам, которые формируют украинские государственные и украинские частные компании, которые они потом подают в Министерство энергетики. А Министерство энергетики формируют в этот фонд. И этот фонд под этот запрос ищет именно либо средства, либо технику. Это, скажем так, может быть даже информация для тех компаний, которые еще не слышали об этой возможности. Если вдруг у вас повреждены коммуникации, либо вы нуждаетесь в этой помощи, пожалуйста, оформляйте заявку в Министерство энергетики. И Министерство энергетики направит эту заявку в фонд помощи для Украины. И будем вместе помогать нашей стране. Спасибо тебе большое. На самом деле для нас это тоже актуально, потому что некоторые активы группы BGV находятся непосредственно в зоне боевых действий в районе севера Донецка. Это как раз газодобывающие активы. Так что здесь для нас это тоже вопрос очень актуальный. Спасибо тебе большое. С нами была Ксения Рынчак, глава Украинской ассоциации недропользователей.